друзья всем привет отпуск закончился денег не осталось естественно и поэтому мы как нищеброды научные сотрудники подрабатываем в доставке и сегодня я вам покажу как работает доставка в америке покажу районы омахи и что-нибудь интересненькое по дороге поэтому давайте идем в машинку и едем в америке есть такое приложение которое позволяет без особых проблем подрабатывать доставки называется она door dash и вот так выглядит ее интерфейс ну что у нас сегодня very busy вот это наш маленький городочек 4 района поделён мы нажимаем просто на dash now и давайте поработаем в 10 вечера ну и все и теперь у нас есть огневые точки там где больше всего заказов мы находимся прям в ней сидя у себя в дворе поэтому ждем заказов когда нам что-нибудь прилетит так все у нас есть заказ ехать на север наш любимый район север ну как раз ладно 650 это нормально поэтому мы его принимаем базовая ставка у данного приложения за выполнение одного заказа варьируется от двух с половиной до пяти с половиной долларов все остальное является чаевыми также в часы большой загрузки само приложение платит дополнительно один или два доллара к основной ставке по приезду к ресторану просто заходим называем имя заказа и забираем если он уже готов вот так просто заходишь собираешь и едешь дальше в некоторых случаях нужно просто немножко подождать пока соберут заказ либо пока тебе его выдадут работу курьера может облегчить и стойка драйв-тру не выходя из машины забираем заказ все по классике для ленивых американцев единственная очередь может быть огромной придется немного постоять существует несколько вариантов передачи заказа клиенту это отдать в руки либо оставить возле дверей чаще всего американцы выбирают второй вариант причем независимо от того где живут в квартире или в доме при этом приложение просит сделать фотографию в качестве доказательства выполнены работы и убегаем быстрей в общем на самом деле приложение дурдаш чем удобно когда завершаешь заказ в принципе в принципе могут сразу дать новый заказ но если ты находишься в зоне на так как мы приехали куда-то далеко то нам придется возвращаться обратно ну ладно что делать и этот дашь кстати мы со скольки там шести часов наверное 36 долларов что прилетел новый заказ на 8-20 туда поедем ну и собственно ничего сложного в этой работе нет забираем заказ привозим клиенту фотографируем либо просто отдаем ему на руки и едем дальше благодаря тому что приложение не привязано к определенной точке на карте есть возможность посмотреть и на неблагополучные районы города заехать в центр с небоскребами и полюбоваться исторической частью омахи которая здесь тоже есть помимо прочего можно познакомиться с американскими дорогами которые как выяснилось не такие идеальные как они говорят откровенно говоря данное приложение не подходит для постоянной работы но в качестве временной подработки что получить небольшие деньги например на еду не сгодится по моему опыту работы в дашире количество заказ может варьироваться день ото дня и на одной неделе можно заработать 400 долларов особо не напрягаясь на следующей неделе и ста не наберется но здесь хочу отметить что я рассказываю про свой маленький город в неприметном штате небраска и стоимость и количество заказов может отличаться в больших городах вроде нью-йорка боюсь что специфика работ немного изменится конечно с появлением большого количества многоэтажек в общем да что-то вчера мы ездили суббота сегодня воскресенье вечер сейчас пол восьмого заказов нет и как-то не предвидится видимо люди перестали есть выходные дни обычно по будням едят сейчас что-то не очень поэтому 24 доллара заработали за полтора часа ну в общем и наверное домой ну а пока мы едем домой хочу поблагодарить вас за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии на все вопросы постараюсь ответить и да увидимся в следующих видео